Я хочу тебе задать, наверное, самый главный вопрос в жизни, который только есть. Лопатил с утра до вечера книги, родители думали, я с ума схожу. Первые 10 минут, после того, как мы открыли глаза, определят направление синхронистичных событий на протяжении всего дня. Именно поэтому шестой Далай-Лама ушел из монастыря, он выбрал семью. Мне хочется с тобой поговорить немножко на другую тему. С удовольствием. Что ты почувствовал, когда ты взял вот в этой рубашке своего ребенка? Очень такие тонкие вопросы. Путешествующий папа. Я хочу, но когда я с ребенком, я не могу заниматься. Охота тискать, лелеять. Я знаю, что для тебя самое главное в практиках, скажи, что... Сердечное ранение. Когда мне нужно уйти и послушать паузу между вдохом и выдохом, послушать эту тишину внутри. Я приветствую тебя. Привет. Знаешь, как я долго ждала нашу встречу здесь? Да. Да. Я очень рада тебя сегодня видеть. Тебя приветствовать. Благодарю. Это очень взаимно. В сегодняшнем нашем месте. Будда благословил на наш сегодняшний душевный разговор. Я хочу тебе задать, наверное, самый главный вопрос в жизни, который только есть в самом начале. Некоторые люди ищут его всю свою жизнь. Но мне кажется, тебе есть что на это сказать. Кто ты, Дим? Интересный вопрос. Я познаю себя. Я называю себя путник, который идет по пути самосовершенствования. Постоянно учусь, обучаюсь. И чуть-чуть шаг за шагом слетают какие-то оболочки иллюзионного представления о себе. Где-то, возможно, добавится какая-то маска, потом она пропадет, маска пропадет. Я идущий по пути развития. Я слышала, что ты часто говоришь другим людям, называя себя духовный йог. Социальный йог. Социальный йог. Да. Что для тебя значит это понимание? Мой путь не ограничиваться от земли, не укореняться в небо, либо не укореняться в землю, ограничиваться от неба, а соединить землю и небо. То, что называется в эзотерике соединить небо и землю, вернуть землю на небеса. То есть мой путь одновременно и внутренний, и внешний. Я хочу соединить два полиса, поэтому социальный йог вроде будет духовность, социальность и все вместе. Баланс. Да. Как начался твой путь? Со спортом. Я занимался спортом фанатично, грезил чемпионством. Я засыпал с идеями о тренировках, я просыпался с идеями о тренировках. Чем ты занимался? Основное это было бокс и боевой самбо. И потом добился определенного какого-то лимита в скорости, в физике, в физической силе. И услышал такие ключевые слова. Сколько ни тренируйся, рано или поздно достигнет предел развития физической силы. Внутреннюю же силу можно развивать бесконечно. И эти слова меня просто переключили. И после этого я начал искать, а что такое внутреннее, вообще это такое, вообще реально бывает. И услышал сначала об энергии ЦИ. Так начался мой практик в ЦИГУН, внутреннего развития. И чем больше я занимался внутренними практиками, тем показатели в спорте увеличивались, но и ценности ими заниматься уменьшались. И больше ценностей на внутреннее, на внутреннее, на внутреннее. Сколько тебе лет тогда было? В 16 лет я начал заниматься внутренними практиками ЦИГУНа. Из чего ты начал? Кто был твоим первым учителем? Как ты понял, что я хочу в этом... Физически, физически, первым моим учителем был мастер Шэньчжи. Его в Китае называют князь Цэйдэйцзэй. Но прежде чем с ним встретиться и заниматься у него, первым моим учителем это были книги по цигун, дзен. Я занимался дома, в домашних условиях. Лопатил с утра до вечера книги. Родители думали, я с ума схожу. Закрывался в комнате по 4 часа в день. В 16 лет практиковал. Никому не разрешал был заходить в мою комнату. В священный храм. Да, да, да. Они заглядывали, там смотрели. Так удивительно, ты сейчас много так путешествуешь. Находишься долгое время в Азии, долго в России, Украине, Европе и так далее, да, в разных странах. Отличается ли твоя практика от места самого? Имеет ли место значение для тебя? Я заметил, что практика больше влияет от моего расположения душевного, эмоционального и ясности разума. А уже разные места начинают влиять на моё душевное расположение и ментальное. Но чем глубже мы практикуем, тем эти состояния внутренние становятся более естественными. Но порой мы можем эту ясность потерять и в внешнюю обстановку опять его подсобрать. Ты часто говоришь о том, что легко медитировать в Гималаях, да, на вершине горы, а вот попробуй на рыночной площади, да, в центре Москвы. Совершенно верно. Отсюда и как раз социальный йог. Легко медитировать в горах, но попробуй сохранить свою ясность на рыночной площади. Какая твоя самая любимая практика? Вот без чего ты просто не идёшь в этот день? Медитация сердечное родение. Я стараюсь просыпаться, улыбнуться прежде, чем открыть глаза. И потом следующее, это уже медитация сердечное родение. Я очень часто это пробую. Почему-то я открываю глаза, а только потом могу улыбнуться. А я уже... Это такое осознанное какое-то сновидение. Да. Я ещё прежде, чем открыть глаза, я уже нахожусь, я понимаю, что я просыпаюсь. Я сейчас открою глаза, я проснулся, я уже лежу на кровати. Я улыбаюсь, порадовался, я должен почувствовать это. Не просто физически, а ещё в этом состоянии. И потом, если я доволен своей радостью, я открываю глаза. Первые 10 минут, после того, как мы открыли глаза, определят направление синхронистичных событий на протяжении всего дня. Вот как ребёнок рождается, он родился маленький. Первые 7 минут, как ему уделяют внимание, определят его 7 месяцев. Первые 7 месяцев, как ему уделяют внимание, определят его 7 лет. И так далее. И вот точно так же и утром открыли глаза. Первые 7-10 минут, как мы все провели, определят весь день. Как утро встретили, так его и провели. Как проходит твой день обычно после первой главной практики? Я знаю, что ты очень много практикуешь. Всегда ли это сохраняется? Бывают дни, когда у меня зона для практик личных. Тогда у меня, допустим, утром 2 часа практики, днём 2 часа практики и вечером 2 часа практики. Дыхание, медитация и ещё энергетическая практика свеля, спираль. И аналогичные, только зеркальные, днём, вечером. Если я в разъездах, это сокращается по времени, дневная убирается. Как ты считаешь, как ты чувствуешь? Отличаются ли практики мужские и женские? Должны ли они отличаться? Или всё-таки? На первых парах, да. Допустим, на физическом уровне мужчины легче формировать силу в женщине гибкости. Янь и инь. На энергетическом женщины легче инь практики даются, допустим, пранаямы через левую ноздрю. Мужчинам янь, пранаямы через правую ноздрю. Электричество, магнетизм. Если говорить про медитативные практики, то мужчине будет удаваться больше шины, шамадха, направляющая воля, концентрация, а женщине созерцание, випассана, обратное внимание. То есть я смотрю на руку, но я смотрю не на неё, а от неё. Это точно так же. Когда смотрят на меня, да? Нет, нет, нет. Я как будто... Випассана, женское направление, иньская медитация, это когда я... Будто я взглядом вдыхаю объект себя. Только нету никакого физического дыхания, тут только про взгляд, про внимания. Я внимаю внимание в себя. А шины мужская, я вынимаю внимание. Моё внимание прожигает объект, выдыхает. А випассана вдыхает, втягивает. И дальше мы увеличиваем свой баланс. Инь-янь, как мужчина, так и женщина. И у мужчины есть инь, и у женщины есть янь, мы должны выравнивать баланс. И когда мы выравнивались в баланс, либо приближены к этому гармонии, тогда нам легко даются и жёсткость, и гибкость, и инь, и янь, и шины, и випассана одновременно. Если говорить про более тонкий план, тогда мужчине легче реализоваться через дух, а женщине через любовь. Как ты считаешь, зачем мужчине нужна женщина? И зачем женщине нужен мужчина? Здесь мы находимся в мире своей души. То есть пространство – это душа и тело матрица, мандала, геометрия, душа. А единственная энергия души – это любовь. Если мы увеличим в себе любовь, мы раскрываем душу, и душа, как вся вселенная, способствует, чтобы мы реализовались. Если мы живём в страхе, либо против души, в стрессе, душа закрывается, и у нас ничего не получается, так как вселенная точно так же сворачивается. А семья – это идеальное место, идеальные условия для познания любви, как и мужчине, так и женщине. В семье мы сильнее прорабатываем и тело, страсть, и душу, любовь, и дух, эго стираем. Либо они накаляются, ломаются, либо сплавляются, сливаются. То есть самое главное випассана происходит с близким человеком. В семье. Да? Самый главный твой учитель. Именно поэтому шестой Далай-Ламу ушёл из монастыря, он выбрал семью и сказал, что это лучшее духовное направление. Но седьмой, восьмой, восьмой, девятый не пошли за ним. Седьмой, восьмой, девятый Далай-Ламу по сегодняшней, они уже были не перевоплощёнными, а избирались внутренним тибетским советом. И тибетцы не любят об этом говорить, то, что шестой выбрал семью. Они это не принимают? Или почему так, если он всё-таки такой уважаемый человек, призван в такой путь? Почему следующее не последовало? Тяжело перескочить перед своими мировосприятием и убеждениями. То, что табу всегда было где-то в традициях как ограничение на семью, на целебат и так далее. Это всё равно, что какой-нибудь учёный защитил диссертацию теорема по Анкаре, квантовая физика. На его диссертациях другие защитили свои уже профессора, на их профессора их не ученики в институтах защитили свою диссертацию. А тут в каком-то поколении поменяли вообще мировосприятие и квантовая физика работает по-другому. И по большому счёту вся эта цепочка столько лет потраченных пух и в прах нерабочие. И вот этому первому и последним профессорам настолько они всю жизнь этим жили. Вот отцепить эту идею, что я прожил про всю не то, что напрасно, а вот так доказал иллюзорность. И точно так же во всех традициях, а любая традиция это рамки и вот шаг сломать эти рамки это самое тяжёлое. Ты относишься к какой-нибудь традиции или ты шире, чем традиция? Для меня любая традиция это рамки, а быть в рамках это ограниченность. Я уважаю, почитаю каждую традицию, смотрю, стараюсь смотреть за их глубину. Так же я полагаю для тебя Бог больше, чем религия. Безусловно, да. Ты для меня человек, который однозначно на своём месте, потому что нужно иметь великую смелость в 16 лет, когда обычно у парней в 16 лет немножко другие жизненные задачи закрываться в комнате читать подобную литературу и не просто читать, да, а ещё исследовать всю свою жизнь вот по пути такой невероятной трансформации. Я знаю очень много людей, которые сейчас ищут себя. Они вот ищут, искренне думают, что где-то они могут себя найти. Как создать себя? Мне ближе слово создать, чем найти, потому что ты находишься внутри, да, и что бы ты мог сказать тем людям, которые вот сейчас становятся только на путь самопознания, самосовершенствования? Как найти эту смелость, чтобы... Мы, когда движемся по какому-то направлению, есть три главных аспекта движения. Основа, путь и плод. Основа – это знание, как добиться результата. Потом путь – это практика, мы знания применяем на практике, чтобы с чего-то добиться. И плод – это результат, это уже опыт, который практика привела. То есть основа – знание, путь – практика, плод – результат – опыт. И чтобы достигнуть плода, у нас должны быть и знания, и опыт. У кого-то нету практики, знанием-навалом, но лежит на диване «хочу, но ленится». У кого-то есть мотивация, он постоянно в практиках, в практиках, но нету знания, как более грамотно это сделать. Одна практика, допустим, вообще не для его результата, допустим, энергетику и ему нужна там ментальная, какая-то интеллектуальная работа, а он не теми практиками занимается и не понимает. Тот-либо что-то практикует, что-то делает, но в другом укореняется. То есть должно быть знание. Когда и знание и практика, быстрый самый результат. Но прежде чем приобрести знания и переложить их на путь, мы должны понимать, а зачем мне этот плод? А мой ли этот плод? А может я занимаюсь йогой, потому что сегодня модно? А может я занимаюсь йогой, чтобы стать здоровым? Может я занимаюсь йогой, чтобы стать там духовным либо энергетическим? И вот сначала узнать, для чего мне это? И здоровье и так далее. А потом так, допустим, там духовность, энергичность, здоровье. А для чего мне это? И здоровье, и энергичность там, либо интеллект. Здоровье, чтобы там стать более счастливым, радостным. Больное тело всегда отнимает на себя энергию. То есть мы должны прийти к состоянию, не к результату, к которому стремиться, а к состоянию, который мне может дать этот результат. И вот тогда, если мы определили зачем и какое состояние, все, плод есть, и теперь какие знания и практика к нему привести должна. Очень интересная точка зрения. Ты знаешь, сейчас такое огромное количество практик вокруг, я думаю, ты согласишься со мной, что просто открываешь интернет или общаешься с разными людьми и миллиард техник, практик, книжек. вот как найти весь изюм, как вот, если для тебя какой-то вот универсальный практик, который ты можешь порекомендовать, чтобы вот начать лучше с вот такого дыхания, с вот такой медитации, чтобы человек, вот для кого-то являешься авторитетом, а это огромное количество людей, которые смотрят тебя сейчас. И мне даже многие пишут, что Дим, привет, все, ты там рядышком. Так что передаю тебе привет от всех моих подписчиков. Им тоже больше привет, большой привет вам. Они практически все из Украины и тебя там смотрят и любят очень сильно. Скоро приеду к вам в гости. Класс, друзья. Все на самом деле стремится к простоте и очень просто. Знать главное принцип целостного развития. Сегодня, допустим, многие медиумы, экстрасенсы, ламы болеют раковыми заболеваниями, потому что занимаются нецелостно. Кто-то больше делает на медитацию акцент, а тело страдает, закисляет. Медитирует, пропускает в себя большие энергии, а тело не выдерживает, как лампочка 3 вольта, через который в момент медитации пропускается 1000 вольт. Кто-то, наоборот, следит за телом, гимнастикой, ощелачиванием, но не медитирует. А должно быть и то, и другое. Вот самое простое. Тело, душа и дух. То есть, для этого нам нужно, допустим, тело, дыхание, ощелачиваем организм, душа, радость, благость, медитация, сердечное родение и дух, медитация, присутствие. Хотя бы эти главные практики мы уже будем целостно развиваться. Существует множество техник дыхательных на счастье, на любовь, на медитацию и на присутствие. Взять по одной для ощелачивания, для любви, для присутствия и уже вполне. Проблема в том, что многие занимаются куча-куча практик для тела, для дыхания, куча-куча практик для медитации. Не нужно куча-куча, нужно одно для этого, для этого и для этого и все. Все, в принципе, на этом вообще можно все заканчивать. Наверное, это вот суть, основа. А так, если говорить в более развернутом варианте, для того, чтобы быстро-быстро это все работало, рекомендуется первый шаг это очистить кишечник и выровнять позвоночник. Второй шаг сбалансировать полушария мозга и ощелочить тело, дыхание. И третий шаг это уже энергетические и медитативные практики. То есть, начинаем все-таки с тела, как самого плотного. по вибрациям. Плотное, менее плотное, самое тонкое. Мне хочется с тобой поговорить немножко на другую тему. С удовольствием. Ты знаешь, вот я пересмотрела очень много твоих интервью, мне была интересная история твоей жизни, о чем ты рассказываешь. И я услышала так много всего о праноедении, о том, что ты самый известный праноед в этой просто вселенной, о всех твоих энергетических практиках, ретритах, випасанах, кирпичах, разбитых на голове на твоей прекрасной господи, как ты это делаешь, о железных рубашках и миллион просто всего, что ты делаешь. Но мне хочется поговорить о тебе как об отце. Расскажи, пожалуйста, свой опыт, когда ты в первый раз в своей жизни взял своего ребенка на руки. Это было при родах. Я присутствовал, я принимал роды, мы проходили обучение там у акушерки, как это все правильно делать. Я за чуть больше месяц занимался практикой, одевал специальную рубашку. И в этой рубашке я медитировал, практиковал, медитировал, практиковал. И в эту рубашку потом принимал ребенка, чтобы она во время практики впитала мою амброзию, мой вкус. И ребенок тут же получил этот запах. Я не скажу, что там я идеальный там какой-то там отец. Я сам, для меня это новый опыт. Если в практиках я могу там подсказать вообще все, что угодно, по пальцам разобрать. то есть вот небо, грубо говоря, а земля, я приобретающий опыт, я тут тоже обучаюсь путем проб и ошибок. Вот твой учитель перешел, да? Да, да, да. Расскажи, что ты почувствовал, когда ты взял вот в этой рубашке своего ребенка? Какое было первое ощущение? Меня сразу это изменило. Я тяжело сказать. Если попросту увеличилась ответственность не только, допустим, в семье, в семье, мы просто разведены уже там много-много лет, а вообще в жизни увеличилась ответственность и к социальной деятельности, и к практике, по отношению к себе, по отношению к ребенку. как будто тебе раз ты был как будто ребенок такой наивный и вот эта наивность раз и убралась. в один момент. Ты стал взрослым. Наверное. Мне очень понравились слова, но уважаю мне человека по поводу ребенка и взрослого. Человек, по большому счету, стремится к простоте и мудрость в простом. Все, что сложное, то ложное. Зона внутреннего зрелости. Ребенок может быть наивным, а может быть зрелым. Вот эта вот взрослость и в то же время ребенок, вот эта вот внутренняя взрослость раньше определили следующим. Если человек во всех обстоятельствах, которые с ним включаются, неважно, по причине других, либо по причине своей, винит другого, то это еще ребенок. Мы во всех, даже в своих несгодах виним других. если человек во всем признает свою ответственность, я в этом виноват, я притяну это событие. Это уже взрослая душа. То есть человек как личность должен стремиться к молодости, а душа к ответственности, к зрелости. Ему нужно это соединить. Какой ты папа, расскажи. очень такие путешествующие папа. Как часто ты видишься? К сожалению, редко. К сожалению, редко. Но в те моменты, когда вы встречаетесь, расскажи, какой это папа? Екатерина, моя прошлая жена, говорит, надо обучать, надо заниматься тем, 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 тем. Я хочу, но когда я с ребенком, я не могу заниматься. Охота тискать, лелеять, такие вот вещи. Ну просто любовью заниматься, любовь дарить. Любование, дарить любовь. Вот вся випассанная, созерцание, все в одно. Я потом мне спрашивают, ну и что вы сегодня изучили? Самое главное по дисциплину этой жизни. Да, да, да. Как ты относишься к такому традиционному образованию? Сколько лет? Четыре года. Четыре года. Ну еще, наверное, рановато, но все равно, наверное, как у родителей, есть такие мысли, куда, что, как дальше. Зная вот всю эту систему, да, и уже немножко развиваешься в другом немножко отрасли, как ты относишься к традиционной системе образования? Не вижу, что сегодняшняя система образования идеальная и вообще, я думаю, полезная. Если в нашу школьную, допустим, время, мы изучали в школах то, что когда мы вырастим, уже будет не нужно. А сегодня дети изучают, они еще будут до конца изучать, уже это будет в социуме не нужно. То есть прогресс растет настолько быстро, что когда его изучают, он уже не актуален для своего изучения. Уже будут другие профессии, уже будут нужны другие знания, другая скорость. И на мой взгляд, человеку обучать нужно не знаниям, а человеку нужно обучать ребенка мышлению. Как уметь быстро получать информацию? То есть есть такое состояние от балансировки полушария мозга, фундамент, от которого человек начинает быстро получать опыт, как в спорте. Один может изучать приемы и выучить через месяц, а другой через неделю. То же самое на учебе. Один будет учиться месяц, а другой через неделю. И вот эта вот степень интеллекта, учение, умение обучаться, а не накопление знания. Вот это вот первое, что нужно изучать. Второе, это чувственный план. То есть у нас как левое и правое полушария мозга, вот левая рациональность, мы должны не знания накидывать, а раскачать мышление, мыслительность. И второе полушарие интуитивность, чувственный план. Вот это вот самые два главных аспекта. И уже косвенно знания вторичные должны заполнять. А что касается родителя, на мой взгляд, родитель должен увидеть в ребенке его ценности и помочь ему в них реализоваться. Не свои навешать, в том, что, допустим, папа не состоялся, либо мама не состоялась, обычно там пойдешь в балет, либо папа в бокс, там если сын, там пойдешь в спорт. А именно увидеть там, она там рисует, там либо еще что-нибудь, танцует, пожалуйста, тогда танцы, спорт, да, конечно, там. И вот то, чем увлекается ребенок, нужно это пронаблюдать. Чем увлекается твой ребенок? Очень активная, бегает, прыгает, я думаю, спортсменка однозначно будет. А как ты считаешь, какие самые важные принципы для родителей, ну вот для тебя лично, по воспитанию детей? Что главное? Передача «Любовь, обмен любовью». Когда-то Толстой сказал очень хорошие слова, мне просто очень много нравится в том, что сделал Толстой, он сказал, что для того, чтобы ребенок, либо ученик учился хорошо, он должен быть заинтересован. А для того, чтобы он был заинтересован, учитель, либо родитель, должен быть качеством любви. И неважно, мы можем ребенка обучать колоссальными знаниями, но относиться к этому, как положено, давай учись, это правильно, второе, там третье задание, четвертое, оно здесь в нуле. А можем просто не смотреть, а наслаждаться. То есть и внимание, и любовь присутствуют, созерцать любя, вот этот вот обмен энергиями, тогда ребенок будет тянуться к тебе, и он будет впитывать все, что ты говоришь. Как ты читаешь, обучение ребенка собственным примером, это хорошая практика? Или все-таки лучше в нем развивать, вот что в нем непосредственно есть? Насколько ребенок схватывает? И пример, и в нем, потому что, допустим, до 7 лет, там по большому счету, у ребенка ценности растут, они и в тебе есть, потому что это наш фракталь подсознания, наша ДНК. Потом уже его формируется личное, более личное, и он уже в сторону своего личного, до 14 лет. И потом уже чисто личное от ума то, что он начинает впитывать. Ты человек, который очень много достиг, очень много, наверное, все в этом мире относительно, но рядом с тобой я сижу, я понимаю, что ты человек, который для меня является авторитетом во многом. Но я также знаю, что ты путник, что ты идешь, и что твой путь, он, не знаю, конечен или бесконечен. Куда ты идешь? Какой твой следующий шаг? Потому что вот ту колоссальную базу знаний, опыта жизненного, о которой ты рассказываешь, мне иногда кажется, что там где-то у тебя кнопочка, потому что мы записывали видео о тебе, и я сказала, что ты для меня это ходячая энциклопедия, потому что, ну, в тебе как будто, ну, все ответы на все мои вопросы. Еще у меня даже вопрос не сформировался, ты уже продолжаешь на него отвечать. Но я знаю, что для тебя есть какие-то вопросы, к которым ты еще стремишься, которые, возможно, для тебя еще не раскрыты. Куда ты идешь? Какой твой следующий шаг? Сначала, когда человек идет по пути самосовершенствования, познания себя, у него первый шаг ищущий, он собирает знания везде, по крупицам, по крупицам. И моя на этом уровне задача была познать знания с пяти традиций основных. И потом найти то, что все их объединяет. Потом, когда человек нас собирал знания, он становится человеком знания. Много-много-много знаний у него. И следующий этап, человек не знания. Нужно уничтожить знания, как шива. Это уничтожение пласта те стереотипы, так как знание о правде тоже становится ложью, так как это рациональное воззрение на интуитивное состояние. И теперь я стараюсь больше познавать медитации, познавать практикой. Ясность, ясность через сердце. И познать, что такое просветление. А на заднем фоне выстраивается школа. То есть ты хочешь создать твою школу, что передавать свое знание об опыт. А где бы это могло быть? Я думаю, что, наверное, несколько мест ни одного. Городов. Бали, бали, бали. Бали. Ну, конечно, будет здорово. Киф, киф, киф. Там у нас в Киеве есть школа сварги. Сейчас, на сегодняшний день это эко-салон красоты и выздоровления. Очень интересно. Прекрасно. Уже есть какие-то пути к созданию этой школы? Да, развиваются. Но и инструктор там есть, который преподает. А где ты еще видишь этот центр следующий? Сочи либо под Питером. Я знаю, что для тебя самое главное в практиках. Скажи, что? Сердечное родение. Да. И я с тобой очень солидарна с этим, что самая полезная практика не заходит, когда нет любви в этом. Самая полезная морковка не заходит, когда ты не наслаждаешься. И, наверное, даже самый неполезный тортик, но при этом с таким огромным сердцем и с прекрасным настроением лучше иногда заходит, чем эта морковка. Да. Как развить это в себе сердечное родение? Как вот делать все-таки практики из чувствования тела, а не от ума, как мы часто полезное дыхание будем дышать капалабхати, да, или что-то? Вот как все-таки опускаться в сердце и соединять, как ты говоришь, небо и землю? Есть несколько вариантов. Наверное, один тогда расскажу, один из простых, который может сделать каждый. Этот инструмент используют во всех традициях и с мантрами, и с молитвами. Называется опустить зерна в почву. То есть сначала человек на протяжении недели говорит «Я есть любовь». «Я есть любовь», «Я есть любовь», «Я есть любовь». Через неделю говорим «Я есть любовь» без движения языка про себя. «Я есть любовь» тоже на протяжении недели, 5-10 минут в день ежедневно «Я есть любовь», «Я есть любовь», «Я есть любовь». Без движения языка. И без движения языка я начинаю ощущать чувство какое-то. И задача сконцентрироваться на этом чувстве, А сконцентрировавшись, удержать. И начинается концентрация. Но уже не на точке на стене, не на звуках, а на ощущении. Все, что мы проговариваем без движения языка, запускает ощущение. Но для того, чтобы перейти к без движения языка, нужно с движением языка проговорить. Потому что все, что мы проговариваем с языком, стирает сомнения. Получится, не получится, достойен, не достоин. Это увеличит твердынь, уверенность. А уже без языка запустит сердце. И так делается и с молитвами. Когда человек молитву не голосом, а говорит молитву сердцем читать. И именно так и опускают. Мантры тоже самое сердцем читать. Именно так и опускают. И когда мы смотрим в храмах, мантры читают, либо молитвы. Это только первая стадия вот эта. То есть бессловесно, когда мы произносим мантры, да? Первый язык речи, второй язык молчания, и третий язык состояния. И это уже медитация. Мне хочется с тобой поговорить о дыхательных практиках. Дыхание – это то, что в первую очередь влияет на наше состояние. Мы с помощью дыхания можем входить в эти состояния, успокаивать себя, или наоборот, взбадривать. Если мы, например, испытываем какой-либо страх, какое дыхание нам нужно делать, чтобы гармонизировать свое состояние? Для того, чтобы очиститься от страха, то есть от эмоций, от возбужденного ума, либо усталости в теле, либо стресс, болевой шок, мы должны дышать с сокола. Секунда вдох, 7 секунд выдох. Вдох через нос, выдох через рот. Секунда вдох, 7 секунд выдох, сокол. И 5-10 минут мы очистились, либо успокоились, либо растяжка идет, тянемся. Мы можем так засыпать с дыханием с соколом. Да, если мы не можем заснуть в возбужденном ума, либо психика, мы с соколом тоже самое очищаемся. Это нас очищает тело, психику, ум. Если же нужно набрать силы, энергетику, волю взбодриться, что-то преодолеть, собрать внимание, чтобы не засыпало. Дыхание медведя. Здесь наоборот, 7 секунд вдох, секунда выдох. 7 секунд вдох, секунда выдох. Да, тоже через рот. Мы будем заряжаться, усиливать присутствие. Я знала, у тебя еще есть два дыхания, расскажи мне. Дыхание волка. Это не у меня, это 4 ритма дыхания, которые у нас в природе заложены уже. А кто их назвал вот так, сокол? В каждой традиции есть знание об этих 4 первичных ритмах, но называются в каждой традиции разными языками. Это терминология спаса, казачьего спаса, образного языка. И вот следующий волк, быстрое дыхание, ситхи называют огненное дыхание. При таком дыхании запускается регенерация. Но долго так дышать не рекомендуется. Сегодня уже вульгарно применяют холотропные дыхания, бухастрика и так далее. Долго-долго-долго. У волка сильная самая большая регенерация, но самая короткая продолжительность жизни. Потому что кровь густеет и эльтроциты слипаются. Сколько рекомендуем отдышать таким видом дыхания? А можно отдышать долго, но самый главный ключик делать в конце задержки дыхания. Если мы продышали 10 минут, одну задержку дыхания нужно в конце сделать. Если, допустим, 20 минут, две задержки дыхания. То есть каждые 10 минут прибавляется задержка дыхания в конце. Это обязательно. То есть выровнять и кислородонасыщение, и СО2, ощелачивание. Кислород и СО2 – это жизнь. Если только будет кислород повышаться, тогда будет копиться СО. Кислород плюс СО – это смерть. И дыхание черепахи, полос. Даосы считают, что это единственная пранаяма, которой вообще стоит заниматься. Это долголетие, энергетика и расширение сознания. Здесь мы замедляем дыхание. Максимально медленный вдох, максимально медленный выдох. Допустим, 7 секунд вдох, 7 секунд выдох, потом 36 секунд вдох, 36 секунд выдох. Две минуты вдох, минуты выдох. И чем сильнее растягиваем, тем больше у нас энергии, присутствия и силы любви. И долголетия. Я правильно понимаю, что чем дольше ты дышишь, тем дольше ты можешь делать задержку дыхания? То есть есть тоже опыт, который нарабатывается, который ты можешь... Допустим, всем известная пранаяма Кевала, либо, наверное, попроще, анолома вилома, нади Шудхана. Вдох, задержка, выдох. Это соединяется черепаха и сокол вместе. Получится Кевала. То есть лучше делать эту практику, да? Черепаху. Лучше черепаху. Ну, смотря кто как привык. То есть есть младшие практики, средние и высшие, трансцендентные. Младшие очищают, средние наполняют, укрепляют, а высшие одухотворяют. Это к высшим. Если в индийской традиции, это нади Шудхана, анолома вилома. Если спас, либо даусские традиции, это как раз черепаха. Они одного уровня. Сейчас очень много людей находится в поиске своего ПП, как себя сейчас модно называть, своего правильного питания. Да, потому что есть такая секта сыроедов, есть секта праноедов, вегетарианств, гоу-веган и так далее. Я не хочу ни тебя, ни себя, к какой-либо секте относить, потому что мы так же, как и с религией, наверное, больше всего этого. Но поделись своим ощущением. Что для тебя питание, для чего оно нам? И какую главную функцию оно выполняет в нашем теле? Питание, одно из инструментов, которые нам несёт, это насыщение эмоциями. Человек, по большому счёту, употребляет пищу на 30-40% по потребности физического тела, на 60-70% по потребности нехватки чувств и эмоций. Бывают такие моменты, телу не надо, охота вкус какой-то испытать. И вот если в человеке... И если человеку не хватает радости, либо любви, захочется сладкого. Не хватает воли, захочется острого. Алчность накопил, захочется солёного. И так вкусовые рецепторы стимулируют наш внутренний эмоциональный фон. Пока мы не нашли безусловную любовь, мы вынуждены опираться на эмоции. Ну вот таким вот образом. Только главное грань выстраивать, чтобы это не стало чревоугодием для тела. У меня такой очень глубокий к тебе вопрос один будет. Как ты считаешь, еда влияет на человека или человек на еду? Это двусторонняя взаимосвязь. Пока у человека низкие вибрации, слабое присутствие, тогда питание влияет на ум, ум влияет на желание, желание влияет на действие. Питание влияет на ум. Какова пища, таков будет возбуждение ума. Слизистое питание, внимание, ум будет засыпать. Огненное, чрезмерно вкусовые рецепторы, будет возбужденный ум, возбужденное желание. Но у кого сильное внимание, то есть присутствие, настолько сильное внимание, в которое не вмешивается ум, тогда уже будет внимание влияет на ум, ум влияет на эмоцию, эмоция влияет на действие. То есть либо питание влияет на ум, либо присутствие влияет на ум. А скажи, пожалуйста, что главнее для тебя? Как ты чувствуешь, сердечное родение или всё-таки сам продукт, который мы кушаем? Для меня сердечное родение, безусловно, здесь пока человек не в сердечном родении, он попробовал вкусное, стало сладко, поднялась эмоция. Попробовал неприятное лекарство, пьет, вроде бы полезное, ему горько, отторгает. А другой человек находится в позитиве, он пьет лекарство, он понимает, что оно полезное, мне надо его выпить. И он наслаждается, сердечное родение превыше реакции на внешний раздражитель. Как в своё время Джеки Чан говорил, сначала я искал работу по душе, но когда я развил своё чувство, чем бы я ни занималась, всё начинало доставлять мне удовольствие. Так и с питанием. А как ты относишься к аюрведе? И вот есть такое традиционное питание по душе, мы вообще, да, как они разделяют на трёх типов людей разных. Как тебе вот такая аюрведическая точка зрения? Это хорошая модель, но уже более древней медицины, медицины ситхов. Аюрведа – это сокращённая, была древняя браминская медицина, которая была сокращена, опущена до мирян. И вот эта вот мирянская упрощённая модель здоровья называется аюрведа. Когда у человека уже разбалансированы пять первых элементов и три доши, и по его дисбалансу говорят, тебе полезно это, тебе это не пойдёт, тебе надо это, тебе это не пойдёт, тебе надо это. А браминская, она балансирует то, что было разбалансировано. Ты хочешь, допустим, на сырое дение, но у тебя пока не будет получаться, у тебя дисбаланс, тебе не будет усваиваться. Человека питает не то, что мы едим, а то, что мы усваиваем. И тебе нужно сбалансироваться, и тогда у тебя это будет получаться. Не ограничивать, ты этими рамками ограничен, а сорвать рамки. А чтобы их сорвать, нужно сбалансироваться. То есть сыроедение, по сути, подходит всем, но если человек сбалансирован... Да, сыроедение подойдёт каждому, если он сбалансируется, неважно, какой душ он будет относиться, нужно всё сбалансировать. А пока у нас пробел здесь, тогда мы учитываем свою индивидуальность. А как ты считаешь, голодание, практика голодания, это так же подходит всем? Или тоже вопрос балансировки, индивидуальности? Всё, яд вообще в природе, всё есть лекарства, всё есть медицина. Только яд в малых дозах лекарства, а лекарства в больших дозах яд. И вот эта мера комфорта зависит от нашего баланса трёх этих дож. Пока сбалансировано, значит, мера большая. И, соответственно, кому-то в пользу мало дней голодать, кому-то много дней голодать. И это всё можно вычислить. А также можно сбалансировать и увеличивать этот процесс. Благодарю тебя, это очень ценно. Что бы ты хотел сегодня сказать в виде напутствующих слов, наставления? Что-то для тебя такое важное, к чему ты сам пришёл на протяжении такого удивительного жизненного опыта? Я, по высшему счёту, не достиг высшего мастерства, но, тем не менее, есть небольшой опыт за спиной, которым можно поделиться. Практики энергетические, медитативные. И я всегда делал акцент долгое время на них. И чем больше ты реализуешься в этих практиках, тем больше понимаешь, что самое простое и вообще самое главное – это сердце, благость и любовь. И чем дальше смотришь за горизонт, важное там, ты понимаешь, что важное – это уже тебе перед здесь радость, любовь. Поэтому я желаю всем улыбки и на сердце радости. Быть проще. Я тебя очень благодарю. И у меня для тебя кое-что есть сегодня. Я прошу тебя закрыть глазки сейчас и просто довериться пространству. Когда я увидела эту маленькую штучку, я сразу подумала о тебе. И я сразу подумала, что эта маленькая статуэточка настолько ярко мне говорит, что такое социальный йог. И настолько ярко мне показывает, что такое баланс этого мира, когда мне нужно уйти и послушать паузу между вдохом и выдохом, послушать эту тишину внутри. А когда мне нужно просто быть этим проводником и просто позволить чему-то большему говорить через мой голос, смотреть через мои глаза, прикасаться через мои руки. И открой, пожалуйста, глаза сейчас. И я хочу, чтобы в этой маленькой статуэточке ты всегда находил свой внутренний баланс, когда ты будешь находиться... Здорово. ...в своей маленькой пещерке, а когда тебе нужно будет выходить... Как здорово. ...и доверять чему-то большему и быть проводником. И потом снова я ушел. Пускай это прекрасный подарок. Будет для тебя напоминанием о балансе во внутреннем и внешнем мире, что есть одно. Я очень благодарна тебе. Шикарно. Солирую. SAY triangle. Заодно. В качестве меня поменяется. Продолжение следует...